Александра, привет. Привет. У тебя такая интересная фамилия Александра Денежная. Давай развенчаем миф, что Денежная это твоя настоящая фамилия, а вовсе не псевдоним, верно? Да, на самом деле все-все говорят, ой, какой у тебя псевдоним, но на самом деле это такая у меня фамилия, она у меня в паспорте, так что я Денежная. Все, когда узнают, говорят, ой, хочу жениться из этой фамилии. Да, я бы тоже взяла. Да, ну такой род Денежных, вот так вот. Классная фамилия. Слушай, расскажи, пожалуйста, о своем питании. Как ты сейчас питаешься? Я знаю, что ты вот знакома с таким понятием как праноедение и неедение, как ты к этому вот пришла и как ты сейчас питаешься? Ну, на данный момент, вот уже как три месяца, с 1 февраля, я так называю, что у меня жидкое питание. То есть, я пью соки, я пью иногда чай, но очень редко воду. Вот, сейчас, когда я приехала в Таиланд, я пью кокосовую воду, конечно же. Вот, пью манго шейки. То есть, в принципе, это уже не сок, это больше как смузи идет, потому что, ну, для меня это уже довольно плотная пища. Ну, я думаю, я напитаюсь вот этим, как бы насыщусь и все, меня это отпустит. Вот, и иногда ем дуриан. Вот, а так, в принципе, 3 месяца я вот на жидком питании, причем первый месяц было довольно-таки сложно, то есть, эмоционально, психологически. А потом я больше-больше переубеждала себя, что все окей, это мое нормальное питание, потому что до этого я 5 лет сыроедила. И когда я перешла на сыроедение, тогда у меня не было друзей сыроедов, в интернете было, не все об этом знали. Вот, я тоже, как бы, переустроила себя на сыроедение, и для меня это было нормально и комфортно, без срывов, без ничего. И такую же схему я сейчас применяю на жидкое питание. Вот, пока что все хорошо, все получается. Слушай, ну вот, я тоже знакома с сыроедением, но для меня сейчас неедение это пока другая грань, да? К этому тоже нужно идти, развивать свое сознание. Как ты к этому пришла, если вкратце, я понимаю, что это такой долгий процесс, вкратце, как к этому прийти? Ну, на самом деле, когда я стала сыроедкой, в принципе, потому что меня заинтересовала тема проноедения. То есть, меня очень сильно заинтересовала тема проноедения, потому что я считаю, что это максимальная свобода. Причем свобода не от еды, как многие считают, а свобода от эмоций. Потому что, понятное дело, что мы кушаем, потому что мы от чего-то эмоционально зависим, социально зависим и так далее. И я увидела в проноедении истину свободы. Тем более, я такой человек, все говорят, тебе легко там сыроедить. Я говорю, да нет, я очень люблю это вкусно поесть или еще что-то. На самом деле, просто я могу как бы перестроить себя. И когда я узнала про проноедение, я где-то внутри почувствовала, что я это хочу, но я поняла, что я сразу не готова к этому идти. Это невозможно, мне кажется, сразу. Ну, почему? Вот у меня мама, кто знает, Галина Альшарас, она проноедка, она как бы сразу пришла. А я подумала, что я буду постепенно переходить. И я поняла, что первый этап, это, конечно же, сыроедение. И до этого я была только год вегетарианка. Вот. И я сразу пришла на сыроедение. И как бы, в принципе, вот, как бы пришла на сыроедение к этому, да? На свекушке клакали. Мы тут не одни. Вот. Поэтому, как бы, само сыроедение меня сподвигло уже проноедение, да? Но, как бы, чем больше я думала про проноедение, тем я понимала, что если я сейчас возьму себя в руки и начну там не есть, я вообще сорвусь и буду есть все подряд. Вот. То есть я понимала, что я такой человек, мне запрещать ничего нельзя. И я шла таким легким путем. То есть основное, как я понимаю для себя проноедение, когда ты напитываешь себя другой энергией. Когда ты заполнен и наполнен другой энергией, как это делается, вот, допустим, мы на семинарах рассказываем, да? Потому что просто не есть, это еще не свобода и не проноедение. Я встречала много людей, которые не ели 2-3 месяца, а потом они вообще, то есть начинали есть все подряд, и они забывали о сыроедении, обо всем и говорили, я там свободна от всего, я вот ем все, наслаждаюсь жизнью, да? То есть, ну, конечно, они неправильно это делали. Нужно делать так, чтобы это было комфортно. То есть и физическая оставляющая, и психологическая? Конечно, психическая, психологическая и эмоциональная. То есть все должно быть вместе. И, конечно же, еще плюс социальная. Без этого тоже никак, потому что в любом случае изменение питания – это изменение образа жизни. И те люди, у которых есть там в социуме какие-то завязки, им это будет сложно, если они себя не перестроят. Себя, там, своих друзей, то есть это все вместе. Слушай, вот как раз интересный вопрос про социум, да? Все-таки люди многие же не понимают, ну, почему многие, ну, 99% не понимают, что такое про наедение вообще, и не понимают, как можно жить без еды. Вот ты такой общительный человек, общаешься в социуме, видела, у тебя друзья различные есть. Вот как тебе удается сохранить баланс в общении? Слушай, ну, во-первых, я не говорю о том, что я там на жидком или еще что-то. То есть я это говорю очень редко. Да, и на середине тоже изначально я не говорила никому. То есть на самом деле, если взять, допустим, меня, девушку, да, я там могу сказать, я не ем после 6, я там на диете, я слежу своей фигурой. В принципе, мне никто ничего не скажет, почему я так питаюсь, да, потому что у меня в моем окружении очень много подружек, очень высокого социального статуса, при этом они питаются еще меньше, чем я, и, наверное, они сыроедки, но они об этом не знают. То есть они очень следят за своей фигурой, они очень следят за своим здоровьем, поэтому, так как они питаются, никого это не волнует, это их дела. Вот, поэтому здесь главная твоя внутренняя уверенность. Вот, ты просто говоришь, мне нравится это, и все. Понятно, что когда человек узнает, он начинает, как бы, защищать свои страхи, да, и нужно понимать, что он пытается тебе помочь просто-напросто. Он тебя любит, ему кажется, что с тобой будут проблемы. То есть не нужно самому наезжать на этих людей. Вот, поэтому в этом плане я спокойно, я никогда не говорю своим друзьям, которые, например, сыроедили и начали срываться, что, ой, зачем ты это ешь? Нет, я всегда за. То есть если мне мой друг говорит, я хочу поесть, там, и мы с приятелем путешествовали по Крыму, а он сыроедил, но он говорит, слушай, я так хочу хачапури, я говорю, поехали, поехали выбирать тебе хачапури. То есть, когда мы приехали, и он там выбирал, понятно, что я как бы не ела, но я ему это разрешила, позволила. И я увидела, когда он подъехал, он понял, что ему все разрешают, запрета никакого нету. Он такой всегда говорит, слушай, да что-то я их не хочу на самом деле. В этом фишка. То есть в этом фишка. Когда ты запрещаешь, это, кстати, тоже очень касательно вообще отношений, там, парень с девушкой, бывает, что девушка сыроедит, а парень не сыроедит. Вот девушка постоянно там напрягается, что он там то есть, то есть, это неправильно. Ну, питание это не самое главное на самом деле в жизни, вот, это просто ваше личное. И тогда в социуме все легко. И главное нужно помнить, что когда ты сыроедишь правильно, то есть, когда у тебя есть результат, когда ты хорошо выглядишь, мало спишь, у тебя хорошая фигура, человек сам подойдет и спросит, почему ты хорошо выглядишь, почему ты столько энергии, почему ты такой энергетичный. Не надо никому ничего доказывать. То есть, вообще, главное, вообще, такой совет, стремитесь, да, чтобы ваше сыроедение, ваше питание было правильным. Люди сами подойдут и будут спрашивать. Это самое главное. Никому ничего доказывать говорить не надо. Ты просто великолепно выглядишь, мне очень нравится. Спасибо. А расскажи, пожалуйста, ты спишь сейчас сколько часов на параноедении? На параноедении, вообще скажу так, что еще одна из причин, почему я пришла на сыроедение, я хотела меньше спать. Потому что я считала, что я много сплю, мне нужно много чего сделать, вот, поэтому я хотела меньше спать. Перешла на сыроедение, стала спать 4 часа. Потом, как-то почему-то сон стал больше. Потом пришла на фруктаедение, опять стала спать 4 часа. Вот, когда я пришла на жидкое, у меня стали очень колебаться сны. То есть, бывали дни, когда я по 2 часа сплю. Бывали дни, когда я много очень сплю, могла и днем там лечь спать, да. Я уже такая подумала, ладно, лучше спать, чем есть. Вот, но в то же время бывали дни, когда ты, ну, очень мало спишь. Вот, например, мама спит час, час-два часа. То есть, она может медитировать, например. Она просто может лечь, чтобы тело было в горизонтальном положении и глаза, чтобы отдохнули. Вот, по сути, то есть, сон-то как таково не нужен. И это тоже очень интересно. Ну, понятно, что, да, понятно, что мы все просто любим понежиться в постельке. То есть, это к сну уже не относится. На самом деле, мы просыпаемся, на самом деле, мы все просыпаемся рано, в 4-5 утра. Но просто мы не встаем в это время. Кстати, это правильно. У каждого свой биоритм. Если он встанет в это время, ему будет комфортно, он не будет хотеть спать. Если он встанет позже, он уже будет чувствовать, о, я там много поспал. То есть, ну, питание однозначно влияет на сон. Это проверено. Здорово. Я тоже, когда голодала, кстати, 3 дня на сухую, я спать долго не могла. То есть, это тоже были 3 часа, буквально, может быть, даже 2 часа. Вот как раз про чистки хотелось бы поговорить. Какие эффективные чистки ты советуешь нашим зрителям и читателям? Вот, есть чистка, знаешь, соленой водой из желудка. Да, да, да. А рекомендуешь ли ты ее? Или это только, ну, клизм, как по огням? Слушай, ну, я хочу сказать, что я перепробовала очень много разных очисток. И в моем окружении люди пробовали разные очистки. В любом случае нужно делать хоть какую-то очистку. И это важно. Очень многие сыроеды заблуждаются, что если они сыроеды, то им уже чиститься нельзя, и паразитов у них нет. То есть, это великая глупость. Паразиты есть, и очищаться нужно. Тем более, сыроеды, они вообще все не моют, как правило, через какое-то время. Вот, поэтому очистка нужна обязательно. Лично я, я не люблю клизмы, я противница всего этого, противница всяких вот этих сложных методов. Поэтому лично я для себя выбрала очистку, которая мне очень комфортная. 10 лет я уже принимаю. Вот, может быть, кто-то знает, может быть, это подключить как реклама, но, тем не менее, она реально очень классная. Она называется Калавада. То есть, она разделена на 3 этапа, где ты первый этап подготавливаешься в организм, следующий этап ты вместо еды пьешь специальные глиновые порошки, которые помогают вывести все, чтобы не было очистительных кризисов. И третий этап – выход. То есть, там все настолько комфортно соблюдено для обычного человека, потому что многие люди, они не могут голодать. У них так сильно загрязнен организм, что если они начнут голодать, у них начнутся большие проблемы. Вот, поэтому я за то, чтобы очистка была комфортная, безопасная, ну, и для такого обычного человека социального. Очень здорово. Спасибо тебе большое за рекомендацию. И вот последний вопрос. Большая проблема на сыроедении и инферторианстве – это переедание. Вот, встречаются многие с этой проблемой, я тоже в том числе и сполкнулась. Как настроить себя на потребление меньшего количества еды? Вот тебе, как про еду, наверное, хочется узнать. Слушай, ну, я так же, как и все, сталкивалась с этой проблемой. У меня тоже был период, когда я переедала. Вот, опять же, вся причина в эмоциях. Я не считаю, что причина в том, что не хватает микроэлементов, и ты пытаешься их достать с этой еды. Причина в эмоциях. Как правило, считается, что переедание, когда человеку не хватает внимания. То есть, когда человеку не хватает внимания или заботы о человеке в целом, он начинает переедать. Да, если человек ест очень много сладкого, это значит, если это не причина, как паразита, да, физиологическая, то эмоциональная причина, что у человека не хватает радости в жизни, сладости, хороших ощущений. ощущений. Вот. И, допустим, когда человеку не хватает соленого или острого, значит, человеку не хватает остроты жизни, то есть драйва, кайфа. Ну, бывает, когда человек бизнесом занимался, всю жизнь на грани ходил, а потом что-то произошло, он сидит дома и ничего не делает, только аджику там ест. То же самое с сыроедением. То есть мы привыкли получать эмоции через еду. И когда мы приходим на сыроедение, мы части этих эмоций лишаемся, потому что мы не употребляем эту пищу, которую мы раньше ели, да? Вот. Та, которая наши эмоции заменяла. Вот. И получается, что люди просто начинают переедать, они пытаются заесть это все, как бы уплотниться, чтобы не чувствовать той пустоты, которая у них есть внутри. Вот. Поэтому почему я считаю и всем рекомендую. Есть такое понятие, называется ВИП сыроедение или сыроеды ВИП. Это те люди, которые знакомы с проноедением, те люди, которые практикуют практики, например, которые мы даем дыхание любовью, то есть у них есть два источника питания. Они могут себя и наполнить внутренне, и при этом они среедят правильно, то есть они не объедаются, то есть они видят причины всех своих эмоций. Вот. Поэтому таких проблем, ну, как бы, нету. Здорово. Я знаю, что у вас в Крыму собираются люди, которые хотят правильно переходить на соревнования, на проноедение в том числе, и попитаться любовью. Я вот знаю, насколько это лучше, на самом деле. Любовь – это всё в нашей жизни. Да, да, да. Мы это сделали, это называется пронодом, который находится у нас в Крыму. Сделали это по той простой причине, что мы проводим очень много семинаров по всему миру и онлайн семинары проводим. Но мы заметили, что людям нужна поддержка. То есть очень многим людям, именно в связи с социумом, им нужна поддержка. Очень многие люди готовы перейти на проноедение, но им мешают социальные факторы. Поэтому мы специально сделали такое место, куда человек может приехать, он просто может снять там комнату и жить в том доме, где люди все в одном движении, где люди практикуют эти практики. Единомышленники. Единомышленники, да. То есть у нас уже есть несколько людей, которые перешли, они жили 2-3 месяца таким образом. Хотя они много раз переходили, но у них не получалось. А здесь они перешли и устоялись. Это очень важно не просто перейти, а привыкнуть в этом состоянии жить, почувствовать, потому что совершенно по-другому ощущаешь мир, совершенно по-другому ощущаешь людей. И нужно привыкнуть к этому состоянию и укорениться в нем. Тогда ты выходишь в мир и ты силен. И это, собственно, на тебя не влияет. Поэтому была такая идея создать. Я не знаю, сколько долго это еще пробудет, но пока это есть возможность. Приезжайте к нам. Классная идея, с удовольствием я бы в Крым тоже приехала. Да, потому что здесь, допустим, в Таиланде средить легко. Вот ребята говорят, но тут одни фрукты действительно, а тут другого, мне кажется, не хочется даже ничего. Я вообще не понимаю, как тайцы что-то жарят. Знаешь, жарят, шкварят там что-то с маслом. Господи, тут столько фруктов, просто плоды от солнца. Да, да. Александра Денижина, спасибо тебе огромное за интервью. Спасибо, что предоставила такую возможность. Много полезной информации. Я думаю, что наши зрители и читатели узнали о новых чистках, о том, что такое про наедение, о том, как заменить голод на эмоциональную, скажем так, на эмоции и на любовь. Спасибо тебе огромное. Да, спасибо. И вам счастливо, строите себе на радость и другим тоже. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.